Точка отбора Точка отбора устарела ли Дарвиновская теория эволюции? Журнал «Огонек» номер 44 от 11 ноября 2019 года, СТР. 4. 160 лет назад вышел знаменитый труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов», а фразу про человека, который произошел от обезьяны, заучил весь мир. Как чувствует себя теория эволюции сегодня? Кирилл Журенков С Дарвином и его происхождением видов путем естественного отбора, вышедшим в ноябре 1859 года, связано множество мифов и анекдотов. Вот популярный, якобы один из друзей ученого, геолог Адам Седжвик, был так раздосадован этой работой, что в письме к Дарвину подписался «Ваш бывший друг, сейчас потомок обезьяны». Правда в том, что в оригинале фраза звучит несколько иначе. «Сын обезьяны и ваш старый друг». То есть ругаться с Дарвином ученый не собирался даже из-за обезьяны. С остальными фактами, окружающими теорию эволюции, путаница не меньше. Не все знают, к примеру, что идею естественного отбора, а это одно из ключевых понятий дарвинизма, одновременно с Дарвином описал другой ученый-натуралист Альфред Олес, генетик Светлана Баринская о предрассудках их влияния на науку. Олес прислал Дарвину статью о естественном отборе, когда тот еще только работал над своей книгой, рассказывает исследователь биографии знаменитого ученого Татьяна Волобуева, и Дарвин действительно упомянул его статью в своем докладе по итогам работы. Однако в происхождении видов об Олесе уже ничего не сказано, что, конечно, выглядит неоднозначно, все-таки Олес имел такие же права на эту идею, как и Дарвин. Еще один популярный миф связан с взаимоотношениями Дарвина с Богом и религией. Как напоминает Татьяна Волобуева, знаменитый ученый постепенно уходил от Бога сначала сделался действом, то есть верил, что Бог есть, но что он не вмешивается в дело людей, а в конце жизни и вовсе признал себя агностиком, считающим, что мир непознаваем. Так вот о мифах, в начале 20 века упорно ходили слухи, будто Дарвин на смертном одре вновь поверил в Бога. Это утверждала, в частности, некая Леди Хоуп, которая якобы встречалась с ученым не задолго до его кончины. Стоит ли говорить, что семья Дарвина это решительно опровергла? Парадокс в том, что спустя век, в 2009 году, совместимость дарвинизма с христианством признал Ватикан. Ну а что же с научным наследием? За прошедшие годы его, разумеется, уточнили и поправили на смену дарвинизму пришла сначала синтетическая теория эволюции, а теперь эводева, или эволюционная биология развития. Однако сами принципы, заложенные Дарвином, как говорят ученые, так и остались неизменны. И все же, насколько наши нынешние взгляды на эволюцию отличаются от дарвиновских? Дарвин многое предвосхитил и описал удивительно точно, пусть и со скидкой на свое время, говорит палеонтолог, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ им. МВ. Ломоносова Андрей Журавлев, например, в первом издании «Происхождение видов» он пришел к выводу, что Земле 600 миллионов лет. Для сравнения, его современники-физики говорили максимум о 20 миллионов. По тем временам настоящая революция. Хотя сегодня мы знаем, что Земля намного старше. Исходя из этой длительной истории, Дарвин считал, что эволюция идет маленькими шажками, и в этом был абсолютно прав. Понадобилось по меньшей мере 4 миллиарда лет, чтобы бактерии эволюционировали до людей. Однако в некоторых конкретных примерах эволюции Дарвин ошибался. Например, в первом издании «Происхождение видов» он предположил, что медведи могли эволюционировать в китообразных. Однажды Дарвин видел, как осенью медведи в озере ловили пастью падающих насекомых, но позднее сам выморал этот абзац из переизданий. Конечно, продолжает ученый, современная молекулярная биология или генетика добавляют много нового к Дарвиновской теории, например то, что есть и другие механизмы эволюции, помимо естественного отбора. Дарвин просто не мог этого знать. Такое новое направление в науке, как эпигенетика, показывает, что все, происходящее вокруг, влияют на нас через микробиоту, совокупность всех бактерий в организме, о, наш второй мозг, уточняет Журавлев, взаимодействуя с нашим генным комплексом, микробиота позволяет человеку меняться в процессе жизни, адаптироваться к новым условиям и делать это быстрее. Более того, полученные знания мы, оказывается, можем передавать нашему потомству. То есть речь, по сути, об ускорении эволюции, что делает ее одновременно и более, и менее дарвиновской. Еще один и, пожалуй, самый знаменитый постулат, приписываемый дарвинизму, то, что человек произошел от обезьяны. Современная наука, оказывается, уточнила и его. Человек не мог произойти от обезьяны прежде всего потому, что мы сами один из видов обезьян, говорит Андрей Журавлев, наш предок это гейдельбергский человек, и еще одна-две промежуточные формы между ним и нами, но у него есть свои предки, а у тех свои. Так можно дойти до бактериальных сообществ 4 миллиард лет недавности. Или вспомнить о неандертальцев, они передали нам примерно 3,5% своего генома. И какой-то конкретный неандерталец может оказаться предком какого-то конкретного из ныне живущих людей. Так же как и денисовский человек, существовавший одновременно с неандертальцами, обнаружен не так давно в Денисовой пещере на Алтае, о, родственник древнего населения Юго-Восточной Азии. Речь не о линейной эволюции, а о сетчатой. Вообще, как подчеркивают ученые, с которыми говорил огонек, любая наука живой организм, и вопросов в ней всегда больше, чем ответов. Синтетическая теория эволюции не исключение и тоже требует нового переосмысления данных, получаемых учеными, становится все больше. Основные постулаты дарвинизма были уточнены еще в 30-х годах прошлого века, когда была создана синтетическая теория, говорит заведующий научным отделом Дарвиновского музея Александр Рубцов, но сейчас положения этой теории тоже оспариваются и уточняются со стороны эпигенетики, изучения регуляции активности генов, или, например, эво-дева. Что говорит об эволюции теории аломаркизма? Остались ли загадки? Эксперты утверждают, что их немало. Александр Рубцов перечисляет, до сих пор много неясного с видообразованием и его механизмами, сколько времени и какие условия нужны, чтобы из одного исходного вида образовалось два новых, какие гены задействованы в этом процессе. Или вот еще один извечный вопрос, могут ли приобретенные признаки передаваться по наследству, и если да, то в какой степени и как именно? Ученые установили, к примеру, что люди, голодавшие в детстве, не только сами живут дольше, но и надыляют более продолжительной жизнью своих детей. Как это происходит? Большой вопрос. А, к примеру, Андрей Журавлев рассказывает, что сейчас с коллегами активно изучает одну из главных загадок прошлого, так называемый Кембрийский взрыв, когда на Земле начали лавинообразно возникать современные виды животных. Ученые установили, это было связано с повышением уровня кислорода в окружающей среде. Сегодня специалисты пытаются найти ответ и на главную загадку нашей истории, как и где зародилась жизнь на Земле. Вот, к примеру, свежая гипотеза от исследователей из университетского колледжа Лондона, Великобритания. Если Дарвин писал о теплом маленьком пруде, как о предполагаемом месте зарождения жизни, то его современные коллеги указывают на другой адрес подводные гидротермальные источники. И все это на фоне критики со стороны верующих, которое продолжается столько же лет, сколько существует дарвинизм. Думаю, жесткого антагонизма между дарвинизмом и верой в Бога нет, говорит Александр Рубцов, конечно, представлять Бога как седовласого старца на небе сегодня вряд ли уместно. Брифинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова